добрый день сегодня хочу рассказать вам как водить остатки в 1с бухгалтерию есть несколько нюансов на которые хотелось бы обратить ваше внимание к нам постоянно поступают вопросы на линию консультации вот сейчас на них постараюсь ответить соответственно ввод остатков находится в разделе главное и здесь есть помощник ввода остатков соответственно помощники надо выбрать организацию я вот заново создал новую организацию и дата ввода остатков да то есть должна быть построена по следующему принципу то есть если вы ведете учет там с 1 января хотите вести остатки на 1 января то остатки вводите 31 декабря последней даты предыдущего месяца если хотите вести допустим с 1 марта то соответственно вы должны там 29 февраля ввести остатки там и так далее дальше вы давайте выберем счета там следующие остатки введем 41 счет это товар на складах введем расчеты с поставщиками с покупателями то есть 60 60 и 62 и банка касса то есть общий принцип вот здесь вот желтым цветом подсвечивается допустим товары и если вы нажимаете вот остатков по любому счету который связан с товарами у вас создастся документ который называется там вот остатков и операция товара вот здесь будет написано в скобочках выбираете 41 счет выбираете товар допустим это будет конфеты какие-то барбарис выбираете склад здесь указываете количество здесь вот внимание надо указывать стоимость стоимость которая вот для этого количества и соответственно для бухгалтерского учета цена цена здесь не указывается дальше вы можете скопировать эту строчку выбрать но чтобы у вас здесь склад остался да то есть выбрать другие конфеты и поменять стоимость допустим у нас еще одну строчку добавим да там и тоже поменяем стоимость и соответственно получится что мы вводим остатки по номенклатуре барбарис грилеш и белочка на основной склад количество везде 50 стоимость этого количества соответственно 5000 4300 500 ну соответственно цена будет 100 рублей во втором случае 80 рублей в третьем случае 70 и в комментарии пишем что конфеты это остатки вается по конфеты основной склад комментарий нужен для того чтобы когда мы провели документ мы провели вот сейчас проведем посмотрим проводки да то есть нулевого счета у нас на 41 041 занесены остатки и мы сейчас когда нажмем кнопочку еще и показать списке есть такой журнал ввода остатков вы увидите что по вот этой организации строит рест вот у нас введен документ раздел учета товары чтобы внутрь не заходить мы здесь в комментарии написали что это конфеты которые находятся на основном складе вот таким образом будем действовать вели товары дальше давайте введем кассу навести остатки по счету точно так же вот у нас здесь поскольку мы выбрали 50 счет вот остатков денежные средства операция указывается вводим счет касса организация здесь нужно выбрать субконта допустим выберем розничная выручка и установим значение там 10000 рублей вот соответственно здесь напишем касса также нажмем провести посмотрим проводки вот у нас 10000 рублей на 50 0 1 счет и соответственно если мы перейдем в помощник то у нас вот эти суммы здесь начали отображаться то есть 12 500 вот это 10 вот это если мы сейчас нажмем на эту сумму то у нас откроется журнал ввода остатков с отбором по конкретному разделу учет можно так отжать кнопочку увидеть что у нас сейчас введены остатки по товарам и по денежным средствам почему вот здесь поставили комментарий касс и дальше давайте заведем банк касс организации да то есть 51 расчет на счета ввести остатки по расчетному счету соответственно выбираем 51 счет здесь у нас попросит программа субконт номер счета и денежные но не денежные а субконта да там для ввода остатков уйдем розничную выручку и давайте ведем личные средства предприятия или предприниматели пусть так называется вот так же проведем проверим что есть проводки вот и посмотрим что у нас эти данные начали отображаться во воде остатков и увидим что вот у нас журнале вводе остатков денежные средства вот здесь красно написано банку не написали соответственно здесь напишем банк зачем это нужно дату за тем чтобы мы могли идентифицировать документы понимать что там внутри не открывая его в принципе можно счет ввести остатки по сразу и по банку и по кассе в одном документе ничего страшного но обычно обычная практика это по каждому разделу делать отдельный документ давайте дальше дальше расчеты с поставщиками также вести остатки по счету вот у нас тут расчет с поставщиками возникает 60 и 01 счет и здесь мы давайте выберем какого поставщика допустим у нас есть базу там вот вега конфет пром датка компания пусть у нас будет конфет пром здесь мы нужно обязательно создать договор для поставщика чтобы он был пусть у него будет договор который будет на за на называться базовый вот и поскольку у нас еще одну субквонта задействован документ расчетов нужно создать документ расчетов которые именно который именно отвечает за ввод остатков да то есть устанавливаем период там 31 12 здесь там 31 12 и вот здесь нажимаем вот этот плюсик новый документ расчетов вручной отчет все мы его сформировали провели и у нас вот здесь он начинает храниться и здесь выберем какой-то остаток допустим 50 тысяч рублей и еще один остаток который мы ведем это расчеты с покупателями точно также вести остатки по счету выбираем счет 62 выбираем контрагента из папочки покупатели вот допустим пусть это будет антикафе земляника и соответственно создаем также договор который называем базовый базовый это имеется ввиду основной да там единый и создаем документ расчетов создаем документ расчетов на тот период когда мы вводим остатки вот новый документ расчетов провести и закрыть вот у нас здесь отображается и остаток какой-нибудь ведем 10000 все мы сформировали и смотрим да что у нас получилось что у нас получилось у нас получилось следующее что у нас есть остатки по 41 счету у нас есть остатки по кассе организации по расчетному счету есть кредитовая остаток по расчетам с поставщикам и по расчетам с покупателем и теперь нам все ну все это нужно проверить что у нас все это попало в отчеты попала в оборот на сальдовую ведомость открываем отчеты Открываем оборот на сальдовую ведомость, выбираем нашу организацию, ставим начало-конец года, нажимаем кнопочку «Сформировать». И смотрим, что у нас все эти данные, которые мы заносили в остатки, они все здесь оказались. И, соответственно, также можно проверить все документы, которые были введены, что они все проведены, все друг за другом проведены. Вот здесь тоже можно поставить какие-то комментарии, там, допустим, остатки по поставщикам, чтобы единообразно все было здесь, там остатки по покупателям. И, соответственно, вы можете вот таким образом работать с этим журналом от остатков, то есть выбираете организацию, выбираете раздел учета, либо не ставите галку, там раздел учета, тогда у вас все документы отображаются, и дальше проверяете все это в оборот на сальдовой ведомости. По любой сумме в оборот на сальдовой ведомости вы можете два раза щелкнуть и сформировать оборот на сальдовой ведомости уже по конкретному счету, где увидите, какие именно операции по каким поставщикам вы сделали, ну, в данном случае по поставщикам. Вот таким образом работает ввод остатков, то есть нужно понимать, что есть помощник ввода начальных остатков, нужно понимать, что есть разделы, и в зависимости от того, на каком разделе вы стоите и нажимая кнопку там ввод остатков по счету, у вас, соответственно, организуется соответствующий документ, в котором указан раздел учета. Дальше вы должны установить дату за один день до даты начала действия этих остатков, это общепринятая схема. Вот, ну и вы должны проверить в итоге то, что у вас получилось в оборот на сальдовой ведомости. Если вам нужна какая-то помощь, какие-то консультации по ведению бухгалтерского учета, по тому, как организовать ввод остатков, по тому, как загрузить данные из сторонних систем, по тому, как перейти с бухгалтерии 7.7 на бухгалтерию 8, обращайтесь в компанию Кудрлайн, мы с удовольствием вам поможем. Большое спасибо. Продолжение следует...